Как вы считаете, можно нарушать права человека? Я думаю, нельзя. Я думаю, нежелательно нарушать права человека. Но в нашей стране это под большим вопросом. Пример даже такой самый известный у нас в Украине, Олег Семцов. Я думаю, ему не сладко голодовать. Так же и каждому человеку будет плохо, если его права будут хорошие. Права человека, я думаю, это основополагающая вещь, которую нарушать нельзя. Это основа любого общественного договора и любого конституции. Любящие люди могут претендовать на право быть похороненными вместе? Да, это то же самое, свобода выбора, право быть похороненными вместе. Так же самое, как и право жить вместе. Пускай они будут похоронены вместе и встретятся на небесах. Есть страны, в которых вообще хоронят их семьями, то есть многими ярусами. То есть одна могила для семьи, но роется, и они хоронятся на разных глубинах. Я думаю, это личное дело каждого человека, я думаю, вполне да. То есть похоронить вместе очень часто бывает нет возможности. Если это их желание, конечно. Любящие люди должны иметь право попасть друг к другу в реанимацию? Обязательно. Обязательно. Не обязательно любящие люди. Это родные люди могут быть. Это могут быть просто знакомые, близкие, которые обязательно должны попасть в реанимацию и быть рядом с человеком, которому они хотят помочь, если в этом есть необходимость. Конечно, обязательно. Потому что, как не самый любимый человек, должен быть рядом в трудную минуту. Я думаю, что да, поскольку может эта трагедия случиться, и они как-то должны как-то себя поддерживать или словом, или хотя бы взглядом друг на друга, то что они вместе, у них все хорошо. Я думаю, нет, потому что мне сам врач иногда это очень мешает. Так как эмоции посторонние, которые возникают у второго человека, второй половинки мешают работе в реанимационной службе. Есть работа врача в реанимации в критической ситуации. Должен заниматься этим врач. Человек, даже если он любящий, он ничем там не может помочь. Должен это непосредственно специалист заниматься в реанимации. Вы готовы бороться за права человека? За свои права готов бороться. А за других, наверное, не знаю. Ну, каждый борется за свои права. Ну, вообще готов. Да. Опять же, бороться за права людей с теми же людьми придется, правильно? Ни с чем-то. Значит, за права всех бороться невозможно. Конечно. Сто процентов, да. Вряд ли. Не осилик. Каждый человек имеет право на многие вещи. И я считаю, что надо отстаивать эти права. Особенно, если они ущемляются. Конечно, в этом есть необходимость. Вы знаете, что перечисленных прав лишены люди с гомосексуальной ориентацией? Да. Я слышал о этих людях. Их не уважаю так грубо. Если это все не выносится на показ, это дело каждого из людей. Такая ситуация у нас через недоскональность, просто законодательство. И люди живут так, как они хотят. Это их право. И я считаю, это правильно. Почему? Потому что если давать им волю в стране, где они находятся, то это их образ жизни. Он будет влиять негативно на других людей. И это будет как зараза, которая будет заразать и поражать все общество. И разрушать общество. И морально, и духовно, и культурно. Потому как Украина – это полноценная, нормальная, развитая страна, где есть и очень талантливые, умные люди. И я считаю, что гомоциализм и лесбиянство – это не является одной из культур Украины. Я не думаю, что у нас так уж хорошо обстоят с рождаемостью страны и так далее. Безразлично. У них все равно гей или лесбиянка, или традиционная ориентация. Без разницы – человек из человека. Все считают, что если мы провели какой-то парад в Киеве, то мы показали, что мы – Европа. Но это абсолютно не самые главные европейские ценности, я считаю. Но не хочу, чтобы это навязывалось другому обществу. Потому что, когда идет, допустим, тот же самый гей-парад, я не хочу, чтобы мой сын это видел. Он, когда вырастет, он должен принять сам позицию. Но это не должно быть навязано, это не должно быть чересчур рекламировано. Я – обычная ориентация, я люблю мужчину. Но я же это не кричу во все услышание, и я не устраиваю парад. Я, по крайней мере, никаких проблем от них в жизни у меня не было. В отличие, например, от людей из политики или из каких-то других организаций. То есть, скажем так, ЛГБТ-сообщество вреда мне не приносило, я не видел, кому оно его приносило. Что такое семейные ценности именно для вас? Семейные ценности – это любовь. Любовь двух людей. Причем это любовь, звучание даже самого слова «любовь» у каждого человека вызывает определенные ассоциативные восприятия. Семья – это святое для меня. Я даже не могу передать. Это вот где-то здесь внутри, так что ощемит. Семейные ценности – это очень-очень личное, очень ценное, очень дорогое. Ради этого можно пожертвовать всем. Ради любимого человека. Семейные ценности – уют, любовь, взаимопонимание. Это ощущение затишки, тепла, безопасности и желания действовать и делать кого-то порядок счастливым.